Вот эти подачки, почему, то есть власть зашевелилась и не начали что-то делать, а почему вместо вот этих подачек не начать реальную работу? Реальная работа, если совсем грубо. Вот то, о чем вы многократно рассказывали. Это два направления. Первое, мы боремся с коррупцией. Не с коррупционерами, как нашкодившими клоунами, которые портят нам бизнес своим глупым поведением, а с коррупцией как социальным явлением. Как мне сказал один бизнесмен, не средний и не мелкий, он сказал, родной, ты тут хочешь ограничивать произвол монополий? Ну, подожди, если ты ограничишь мой произвол как монополиста, чем я вам, чиновникам, буду взятки платить? Расскажи мне, пожалуйста. То есть, если власть начнется бороться с коррупцией, то профит это политическая революция. Это значит, что огромная часть людей во власти утратит смысл своего существования. Не во власти, а вообще смысл существования на этой земле. А другая часть людей, кажется, в ситуации, когда им придется менять систему координат. Простите, это политическая революция. Что у нас там, Владимир Владимирович, говорил, что Россия лимит на потрясение исчерпала? Поэтому будем потихонечку воровать. Нет, отказ от коррупции как основы государственного строя, по крайней мере, такое впечатление производит. Потому что им не является, но впечатление такое. Это, извините, изменение основ государственного строя. Или то, что производит такое впечатление. То есть, это глубочайшее политическое потрясение. На фоне которого вся пушкинская, вся болотная и даже Майдан, это детский сад, штаны на лямках. Потому что, извините, Майдан, как госпереворот, да, он свергает Путина, он проливает реки крови, он обрушивает страну в нищету. Но строй государственный он не меняет. Как был блатной феодоризм, так и останется. На Украине видно. А отказ от коррупции производит впечатление смены государственного строя. Если вы ориентированы не на развитие, а вы ориентированы на стабильность, я посмотрю, на что мы с вами в 67 лет будем ориентированы в силу возраста, то это, извините, слишком страшно для этих людей. Не говоря уже о том, что две трети, или половину, или какое-то количество людей, действительно близких, друзей, которые помогали в критической ситуации, которые спасали в критической ситуации, их нужно будет не уволить. Их нужно будет посадить. Не потому что они там совершали преступление, а потому что их придется отодвинуть от кормушки. А когда вас отодвигают от кормушки, а вы ни в чем не виноваты по понятиям, просто понятия сменились, да, но вы в этом не виноваты, что они сменились, вы начинаете сопротивляться, вы начинаете бороться, вы начинаете не кусать руку, которая вас от кормушки отодвигает, вы начинаете отрывать голову, которая рукой командует. И это, извиняюсь, не просто там политические изменения, начало борьбы с коррупцией, это уничтожение значительной части людей, которые 30 лет, или там чуть поменьше, лично спасали человека и оказывали ему бескорыстную поддержку, понимаете? Это вот как раз и напоминает ситуацию гражданской войны. Этот человек сидит и говорит, так, до гражданской войны дело не дойдет, потому что на стране это 85% населения, а то и 90%, а то и 95%, но это будет гражданская война в моем окружении. Да, брат Вася не будет убивать брата Петю, а мне своего брата нужно будет убить прямо здесь и сейчас, потому что если я не убью его сегодня, он убьет меня завтра. Не вашего Михаила Делягина, а элитных групп. Начальника. А вторая сторона дела. Вторая сторона дела. Что значит развивать страну? Это значит, что те деньги, которые сейчас идут на финансовые спекуляции, пойдут на развитие страны. То есть любой рубль может быть либо украден, либо не украден. Если он не украдет, это воровство у коррупционеров, воровство у воров. Воры обижаются. Любой рубль точно так же может быть направлен или на что-то реальное, или на что-то спекулятивное. Если он не направлен на что-то реальное, спекулянты обижаются. Что такое обида? Обида в политическом пространстве – это война. Вы готовы воевать с финансовыми спекулянтами всего мира, которые пронизали все, включая спецслужбы? Как мы видим, товарищ Путин на это не готов. То есть все упирается в ту знаменитую цитату, хочешь быть президентом, как там в Сингапуре произошло, посади лучших друзей? Это Ликван Ю сказал, сказал Ликван Ю, его спросили, а как вы в стране с китайским населением ограничили коррупцию? Говорит, никаких проблем, я посадил двух лучших друзей, все остальные все поняли. Причем там есть разница перевода, потому что дословно было сказано по кораллу. И есть переводы посадил, а есть переводы расстрелял. Но это Сингапур, в котором был колонией, и там люди привыкли подчиняться. Мы-то люди свободные, мы подчиняться не привыкли, и мы не будем подчиняться. Будем думать, что мы умнее всех. Потому что это тоже свободные люди, они русские по культуре, и они не будут подчиняться. По крайней мере автоматически. Так что это вопрос о том, что, вопрос грубо говоря, а зачистки, знаете, для нас это абстрактный элит. Зачистить элиту, отлично нам освободятся места. А для Путина это зачистка людей, причем беспощадная, причем превентивная. Когда человека будут карать за то, что он теоретически может совершить. Ему это еще в голову не взбрело. Что такое террор, грубо говоря? Это когда я знаю про вас, что через полгода вы на меня будете обижены. Чтобы вы на меня через полгода не обижались, я вас сегодня сажаю. И любил вас. Вы ни в чем не виноваты. Но для того, чтобы изменить систему, нужно покарать людей, которые формально не виновны. Они виновны тем, что они принадлежат к прошлой системе. И когда их начнут прижимать, они будут сопротивляться. Значит, чтобы они не сопротивлялись, их нужно уничтожить сразу. Это логика террора. Она есть. Она абсолютно вне закона. И Путин, который пытается следовать закону, букве закона, потому что есть дух закона, ему в питерском ЛГУ, судя по всему, не объяснили. И он не хочет этого. И как любой нормальный силовик, он не хочет пролить себе крови. Он не хочет репрессий. Он пытается и нашим, и вашим между стройками. И как-то без этого обойтись. А вопрос очень простой. Или одно, или другое. А люди поэтому все больше и больше на стороне как раз репрессий и расстрелов и любых жестких санкций, потому что терпеть это уже невозможно. Претензия к Путину сейчас основная. Родной, а ты что своей фамилии не соответствуешь? А что ты не соответствуешь нашим надеждам? Я сказал в нулевом году, что наша проблема не в том, что нами правят... Тогда либералы обвиняли Путин, что он маленький Сталин. Наша проблема не в том, что нам правят маленький Сталин. Проблема в том, что нам правят очень маленький Сталин, который не соответствует своей исторической миссии. Ну, там сначала подумали, что я рост имею в виду, так сказать, некоторые товарищи напряглись. Потом выяснилось, что я имею, так сказать, место, имею в виду общественно-политическую функцию. Ну, они сами все это поняли. Вот я это потом узнал. И, в общем, как бы, все было нормально. Но проблема-то ровно в этом. Проблема в том, что система, которая была создана в нулевом году, плохо, криво, косо, она свой ресурс выработала. И она не позволяет жить людям. И с каждым днем она все более жестоко не позволяет жить все большему количеству людей. При этом она сама работает против себя, поскольку она находится в симбиозе со своими могильщиками. С либералами или с глобальными финансовыми спекулянтами и так далее. Для которых существование России, как некоторая относительно стабильная территория, больше не приемлемо. Потому что зарабатывать деньги нужно на хаотизацию. Хаотизировать Россию легче, чем хаотизировать Китай. Значит, мы будем зарабатывать на хаотизацию России. Точка. Если вы не уничтожаете свою страну, если вы не Порошенко, вы наш враг. Можете нам все золото вывести, всех девственниц подарить, все доллары вывезти из страны. Не важно. Нам от вас нужно и деньги. Нам от вас... Как это? Налог крови. Нам от вас нужна дестабилизация, чтобы в мировой рынке попрыгали перед тем, как прячь окончательно. Для того, чтобы это понимать, нужно обладать некоторым уровнем управленческой культуры. Которому любая либеральная система, в первую очередь, избавляется от специалистов. В нашем государстве понимать это некому. Точно. Михаил Иганович, сейчас очень часто звучат голоса на тему необходимости налоговой амнистии и ипотечной амнистии и кредитной амнистии. Вот эти три вещи. Как вы к ним относитесь? В какой форме они могут быть реализованы, если они вообще нужны? Это те самые каникулы, о которых я говорил. Вот я буквально позавчера говорил об этом на Комсомольской правде, позвонил мне Дамир из Владимира, я запомнил им, потому что необычно, и сказал, зачем каникулы? Я все равно не смогу ничем расплатиться. Пусть будет амнистия. Просто списать все это дело. И да, это будет более разумно. Да, это плохо для банковских балансов. Придется проводить сложные бухгалтерские процедуры. Ну, ничего страшного, проведем. А если какой-нибудь нищий вдруг разбогатеет, на нем не будет висеть груз прошлых кредитов, я думаю, что это разумно, что налоговые каникулы должны переходить в налоговую амнистию. То есть, налоговые каникулы, у меня нет денег. У меня нет денег в течение, так сказать, шести месяцев. Ну, все. Значит, деньги списываются. И я могу начать жизнь с чистого листа. Другое дело, что кредитная амнистия означает, что я пожизненно лишаюсь права брать кредиты. Значит, дорогой друг, если вы не умеете рассчитывать и не умеете думать, чем вы будете возвращать эти кредиты, значит, вы никогда больше никакой кредит взять не сможете. Точка. А если вы вдруг захотите взять кредит, вы сначала верните те деньги, которые вы не заплатили в каком-то там 2021 лохматом году, который мы с вами списали. Вот вы их верните, там можно обсуждать с какими процентами, а дальше вы разговариваете. Я думаю, многие семьи даже выиграют от этого расклада, потому что часто есть случаи, что и молодые люди, и люди в возрасте набирают кредитов, потом их не отдают, потом их мучают звонками коллекторы. А вот такое ограничение будет очень позитивно. Значит, самое страшное, что от этого выиграют все. Банк лишится безнадежных долгов. У него будет облегчение баланса. Люди. Ну, грубо говоря, у меня сейчас долг, у меня сейчас минус там 50 тысяч рублей, а я получаю ноль. Я эти 50 тысяч рублей получаю в подарок. Да, этот подарок был давно. Да, наличных у меня ничего нет. Но с меня снята эта могильная плита. Люди же поверили государству, когда государство сказало, берите кредит, у вас все будет хорошо. Люди поверили государству, государство их обмануло, грубо говоря. Помогло обогатиться банкирам. Помогло обогатиться банкирам. Это будет плохо для микрофинансовых организаций, для ростовщиков. Но я этот бизнес считаю преступным. Я считаю, что микрофинансовые организации вообще должны быть запрещены как класс. То есть, если я даю кредит больше, чем там, можно подумать, сколько, но точно больше, чем 100% годовых, то я ростовщик. Михаил Ильич, я правильно... ...эти деньги дал, я должен сидеть. Я правильно понимаю, что человек, кто реально попытается это осуществить, может ждать расправы со стороны именно этих микрофинансовых организаций? Да. И со стороны банков, и со стороны коллекторских агентств. А вот почему, вы сказали, некоторых банков это должно обрадовать, у них баланс облегчится, а для других это будет неприемлемо? Потому что это разные стратегии банковского бизнеса. А есть одна стратегия. Когда банк работает по-честному. Я даю кредит, чтобы мне этот кредит вернули. И если мне этот кредит не возвращают, это для меня проблема. А есть другая стратегия. Я даю кредит, чтобы высосать в виде процентных платежей кровь, кожу и кости, а потом перепродать этот кредит коллекторам. Да, мне известны такие ситуации, когда у человека уже 4 кредита, которые над ним висят, он не может их вернуть. А ему звонят и предлагают еще, еще, еще. Есть такие ситуации. Но правда, сейчас, справедливости ради, нужно сказать, что в процентном отношении сейчас как никогда велика доля банковских отказов. Ну вот именно в пандемию ситуация стала меняться, да. Но потому что даже самые тупые банкиры начали понимать, что денег у людей нет, а виллы есть. А виллы есть. И когда коллекторам все чаще кормят завтраками, так ребят, через некоторое время их свинцом кормить начнут. Позитивно, Михаил Геннадьевич, хорошее окончание для нашей трансляции. Дорогие друзья, высказывайте в комментариях, что думаете, задавайте вопросы, на которые мы ответим через неделю. Спасибо вам, Михаил Геннадьевич. Спасибо вам, всего доброго. До новых встреч, пока. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok